хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя липунов олег михайлович ли липунов липунов года рождения какой 91 откуда сам родом с новосибирск семья есть кто сколько лет 8 жена разведем ну то есть сын живет с женой да да как попал вообще войска российской федерации как присоединился и кому подразделению ахмат добровольно пошел подписал контракт а как все произошло вот где нашел информацию получается в этом инстаграме сидел вот и там бы реклама была просто в каком-то постели вот увидел инстаграме это вообще такая интересная история инстаграм же заблокирован в россии правильно ну кто-то лазит ну через vpn и в ахмат давал рекламу своего подразделения в этом инстаграме там я так понял не реклама была просто кто-то скинул то есть кто-то из ребят видимо скидывал просто это когда был это получается вот до октября это было и дальше вот какие-то и действия были как это все новую с кем-то вышел на контакт где номер номер посмотрел взял номер вот подразделение позвонил спросил можно ли приехать вот все приехал в грозный записался добровольцы а кто с тобой разговаривал грозным а я не знаю не представлялись но просто человек который на телефоне сидит оператор получается а помещение какой вот где встреча происходил в мэрии самой мэрии да и к ней представитель ахмата был представитель мэрии не могу сказать там как бы все так быстро происходит приходишь говоришь вот какой-то такой-то свои данные что а контракт подписывался да так а с другой стороны чья подпись была и печать министерство обороны вроде бы был деньги обещали правильно я понимаю ну да там какие-то выплаты должны были бы сколько а я сильно не интересовался мы узнавали к нам сказали мы не знаем но в контракте же должно было что-то подписано бы не прочитал вообще хорошо насколько был подписан контракт на три месяца в украину когда 10 ноября то есть месяц да после подписания контракта нет я подписал контракт ну получается примерно я приехал 3 ноября вот ну мы там неделю пробыли 10 он с 10 считается что 10 ноября как бы как уезжали так он и считается когда заехал в украину ты сказал 10 ноября через какую область вроде бы как говорили что через ростовскую область то есть ты не знал да нет а в украине куда населенный пункт заехал попался вроде бы в попас мы были и сколько там находился ну около месяца примерно ну до конца месяца точно были там ноября а плен когда попал 31 декабря где сказали что в районе белогоровки но этот другому парню сказали уже когда в плен брали он поинтересовался вот ему ну украинские сказали ребятам что в районе белогоровки а так нам никто не говорил мы ночью шли ближе к утру пришли на позиции вот а где мы находимся мы не знали обстоятельства как попал плен ну приказ был сидеть ждать в окопах когда придет старший старший не пришел пришли вот выстрел то есть вас просто так взяли с окопов да а должность какая у тебя стрелок пехота ну стрелок ты штурмовых группах был я не знаю но мы что вы не ходили вот на второй день на взяли на первый день пришли прождали и потом ночь прошла и все на где-то до обеда вот нас плен взяли посмотрите олег вы не помните сколько типа стоя сколько денег не постоял в контракте я понимаю что было надо я даже не знаю ну вообще информация как бы вообще что до 200 тысяч говорили в месяц что подтолкнуло чтобы пойти в ахмат именно в ахмат ну вообще 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 помогать ребятам хотел каким ну вообще нашим российским нужно здесь ну что кого-то подменить там еще что-то в любом случае какая-то помощь есть то есть чтобы помогать если они специалисты деньги мотивов не было не были на втором плане уже они а до этого чем занимались до этого я работал в компании какой официально нильсон тем сотрудник по сбору информации сотрудник по сбору информации это коммуникационная компания мне кажется нильсон правильно а какая делают эту статистику по торговым точкам просто ну продажи как тут продажи и какая зарплата была 27000 это немного не хватало а в новосибирске квартира есть снимаю снимаю да а сколько платить 15 15 12 оставалось на другие вещи образование есть нет даже средний специального нет я до 6 класса учился кому работать а почему так семья бедная а что это значит ну бедная семья помогать матери хотел поэтому работать много детей было или как четверо и мать одна и вы были самым старше да и полисом и младше а другие ну другие своими делами занимались ну то есть как бы младшему брату не хотели помочь матери не хотели пытались но у них свои дела были они же старше от кем пошли работать после шестого класса в уже несовершеннолетним были грузчику основном и брали на работу и не официально официально после 6 класса это сколько не официально не официально и сколько грузчиком зарабатывали ну точно не скажу но около 15000 у меня выходило месяц и то есть вот так после шестого класса все время как бы работалось да бы помогать ребятам вот можете мне немного объяснить в чем да я как бы ну когда думал об этом что даже если что-то принести подать вот так вот в быту что-то то есть помощь на любая же помощь есть но помогать с автоматом калашниковым ну не всегда же можно именно с оружием иногда можно просто как-то помогать но я в подразделении стрейк подстригал где потому что я парню то есть я правильно понимаю как бы мотив был идеологически ну чтобы я немного развил мысль на здесь вы пришли бороться с нацистами или как ну с нацистами как бы ну я не знаю как я об этом даже не думал вот помогать да вот российская армия вая она воюет хорошо вы пришли помогать российской армии стали частью российской армии если мы тим идеологически тогда должна быть какая идея какая-то идея правда ну по логике но даже грубо говоря на позициях да если их никто не меняет ну как бы ну пришел поменял но это не только стричь это то это и стрелять но это потом уже не всегда стрелять просто бывает такое что сидишь и занимаешь позицию хорошо вы решили помогать как бы ребятам за что вы здесь воюете можете мне объяснить я украинец именно я на что воюю вот ну потому что как бы это я всегда говорю причина следственная связь на если ты идешь помогать присоединяешься там как мату кахмату вагнеру там другие там редут есть да контрактники минобороны то есть люди за что-то воюют за что здесь воюют в общем какая идея пребывания здесь солдат россии сейчас я разу на это ответить как бы ну может быть тогда я что-то и понимал сейчас я не могу на это ответить хорошо тогда о чем то есть зачем вы думали тогда честно не знаю чем я думал ну вот я просто понимал что нужно быть здесь это какое-то внутреннее чувство было ли к а под воздействием чего то есть вы понимаете как бы идея она должна как бы родиться да на основании чего-то если человек внутренне чего-то хочет на информацию все он уже принимал как бы соцсети все это информацию какую-то принимал и вот за счет этого как бы все и в голове срослось и понял что нужно ехать вы с работой рассчитались или как получается что с сохранением рабочего места ушел они пообещали сохранить зарплату выплачивали официально да так то есть когда вы то есть когда вы должны были отсутствовать типа три месяца то они должны были платить зарплату да нет она не платится она идет как отпуск за свой счет он просто продлевается пока сахмата много было белогоровки нас 10 пришло есть есть человек но ахмат это как бы кадыровский батальон мы все знаем наверно это были там нет нет откуда у нас у нас все русские были то есть 0 кадыровцев да ну а вы себе вопрос не задавали почему в матине это кадыровцы ну нет об этом я не думал даже потому что в украине большинство знает что ахмата кадыровский батальон не знаю в россии как не знаю но как бы мы приехали но сколько нас человек у нас 10 человек или 12 12 приехала расположение не были русские мама жива разговаривали об этом с ней я с мамой не говорил что я день ей только а ну то что еду стаю она знала насчет этого не говорили но она бы против было а с кем-то советовались с девушкой только советовался что она говорил она плакала и все почему уловил на что понимал что это плохо а вот это как бы внутренняя штука что типа нужно быть здесь и помогать ребята так получилось не подумал не обдумал знал просто что нужно здесь быть сейчас вам скажу вы немного словно да я вот даже внутренние вещи и так далее спрашиваю правильно понимаю что это все как бы под воздействием этой информации которая циркулирует в россии да ну возможно да возможно а что смотрите например вот какую какого типа информацию и где в основном интернете все ну что там например что показывали да вот что вас как бы более всего подтолкнуло к этому решению видите в основном же как просто листаешь новостную ленту что-то это видишь даже можно не заострять же внимание на этом но она откладывается все ну что вот что такое самое примечательное не знаю мне здесь рассказывали что там показывает что в кавычкам у украинцы отрезает там кому-то яйца да или еще что-то такое да вот это как бы самые как бы это везде показывается конечно это тоже показывали за да ну видел как бы видел как бы это как бы это было было да и тоже было да конечно что теперь думать об украине ну народ такой же как все это понимаю по войне ну война она везде сейчас я так понимаю еще где-то есть война но слышал что есть еще смысл ну где-то тоже происходит что-то ливия или сирия не знаю там уже давно я как бы это я думал что уже закончилась оказывается происходит еще так как бы плохого сказать ничего не могу со своей стороны украине украинцы посмотрите олег вы плохого ничего не можете сказать украине украинцы на пришли сюда с как бы с оружием и воевать ну я прошел же и как бы увидел как на самом деле и как на самом деле это спрашиваю ну много не не сходится к любым например русский например не запрещают на русском можно говорить да много кто говорит на русском без проблем нацисты есть я на самом деле не понимаю что такое нацисты ну нацисты это те кто не говорят например по русски ну как с моей стороны как я понимаю что нацисты это те кто не говорят по-русски ну я так со своей что нацизм это но я так так сказать необразованный человек я не знаю что только нацизм вот как бы но здесь я такого не замечал чтобы не разрешали по-русски говорить какие-то читали ну читал здесь вообще тут здесь а до этого же читал до этого читал но в детстве что в поисках на его читал поисканым 0 1 да хорошо что еще библию читал ну вы верующий человек правильно то православный если библию читали всю да ну почти всю да я уже не помню потому что маленький был читал но всяко входить на сибирский ходили нет не очень началось а что значит верующий человек ну я в себе то есть каждого своя в любом случае то есть не обязательно куда-то ходить то есть церковь как институцию вы не очень как бы воспринимаете но как бы внутри верите да как бы бога да а вот ну как бы говорится не убей на и заповедь божья да а вы сюда пришли убивать на 4 согрешил и даже не можете мне объяснить за что должны были погибнуть украинцы мне я не это не убил никого олег здесь 90 процента 80 которые со мной разговаривают говорят что они вообще не стреляли что вы понимали мне тяжело это поверить я другом вы готовы были убить не понимая даже для чего вы должны их убивать украинцев я сейчас не разделяю в ссу гражданские и так далее понимаете о чем это осознаете на выборы ходили нет вообще вообще за новосибирск куда-то выезжали только в этот в челябинск зачем с другом встречался у меня там знакомы то есть раз в жизни были как бы другой город это челябинск да и все больше ничего у вас сын 8 лет да вы сказали посмотрите вот я этот вопрос большинству россиян ставлю у которых есть дети да это маленькие да вот например там через 10-15 лет он вырастет да мы надеемся что это все будет уже история к этому времени и он спросит папа что ты делал в украине за что ты воевал я надеюсь не спросит вот я надеюсь мы забудем почему ну что они вообще говорить не захочется но уже понимаете что между украиной и россии пропасть уже между украинцем и россиянин это война онлайн я это называю часто да потому что много роликов есть показывают это и так далее и я очень сомневаюсь что вам удастся укрыть от него то что вы были в украине там уже видно будет поэтому я спрашиваю когда он вас просит папа за что ты воевал здесь я сейчас не могу сказать что ему отвечу потому что я но я не знаю что ему отвечу опробованы на что-то объяснить видно вы 161 1520 россиян погибли здесь в украине за что не погибли можете объяснить нет не могу то каждый за свое за что-то за свои мысли за свое дело проект что вы чувствуете когда сидите передумава сейчас мы разговариваем напряжение чувства почему ну потому что мне приходится на вопросы отвечать я ставлю какие-то неправильные вопросы нет как бы ну есть все равно напряжение но это наверно нормально для человека которого спрашивают у меня неудобные вопросы просто я хочу понять некоторые да потому что на некоторые не знаю ответ вот и поэтому отвечаю как-то не хотя видимо пытаюсь найти ответ но не могу найти его из-за этого наверно складывается ощущение что какое-то напряжение сейчас просто в данный момент не на все вопросы можно ответить почему потому что многого не знаем правда не знаю здесь условия условия нормальный но не дом прочитать вам каких условиях содержатся украинцы украинские пленные интересно он будет можете прочитать это один украинский журналист написал два дня назад специально не стал писать вчера чтобы не было лишней эмоции в госпитале недалеко от линии фронта привезли парня я такого еще не видела разве что у советской кинохроники об освобождении освенцим знаете что такое освенцим да крайняя степень истощения просто живой скелет наши отбили вражескую позицию и нашли его боец за су два месяца был плену в подвале не кормили если бы ни один русский солдат который из жалости делил с ним свою пайку умер был от голода от жажды пил антифриз значит что такое антифриз к истощению добавилось отравление когда в госпитале мы обмывали его перед реанимацией он был прямом смысле холодный несколько его товарищей тоже захвачены в плен умерли от раны голода алексея повезло его освободили мне дали компотика все время повторял он улыбаясь компотик был мечтой в двумесячном голоде и холоде подвала собирая его вещи на эвакуацию я увидел документы и фото 27 лет симпатичный парень с красивой девушкой это все делают россиян который рассказывает о фашизме и нацизм это ваша соотечественные олег я понял вот мы не раз показывали какие здесь условия и то что делать россияне с украинцами я не могу ничего поэтому сказать потому что ну все как бы сложно на самом деле что значит сложно ну сложно в плане вот дома когда до примеру говорят одно здесь говорят другое пока не увидишь не прочувствуешь это ничего как бы ну олег не по я ну вы можете гавы вы же ощутились но плен который здесь вас здесь мучают кушать хорошо дают но вы вы говорите что там типа говорят по-другому многие которые отсюда уезжают они говорят что здесь мучают бьют я за каждую же не могу отвечать плохо там кушать дают и так далее я понимаю хотите что-то сказать украинцы терпение в чем мой сам так же как и нашим терпением всем терпением все мы люди понимаете что это война вы понимаете что россия напала на украину напала ну и вы украинцам говорите терпение украинцев на что я могу еще пожелать просто даже извиниться вот чисто потел по человечески что вы сюда пришли я этого не хочу за себя не могу изменить я это ну это это мне не нужно грубо говоря как журналисту я не хочу это выдавливать но понимаете олег вот нас будут смотреть и вы будучи частью российской армии я не хочу здесь читать не мораль ничего потому что я уже очень устал от этого всего да вот когда я разговаривал с россиянами они как бы они у нас говорят как бы на мазала его понятия понимаете о чем я говорю зеленого понимания то есть россияне не имеют терпение украинцам то есть мы вас дальше будем типа мочить а вы терпите так это выходит я надеюсь что такого не будет это все скоро закончится понимаете то что я к вам хочу донести 8 миллионов выехал до в сторону запада украинец три с половиной миллиона внутренне переместилась города разрушены много убитых гражданских мы не говорим уже о потере украинской армии и так далее кто это все сделать можно не буду отвечать на этот вопрос можете не отвечать россиянам что-то хотите сказать вы сказали тоже терпение россиянам в чем тоже не буду ничего говорить я смотрел последнее видео которое у нас выходило да и люди пишут они сами сделали этот мэм да они сами сделали этот мэм те которые смотрят youtube канал 0 медиа это не про вас потому что сейчас уже как бы единицы одни идут воевать чтобы не сесть а другие идут воевать чтобы освободиться понимаете коми говорю освободиться в чем но заки вагнера а кто идет воевать чтобы не сесть это мобилизированы правильно и вот это вся россия это одна большая колония понравится так жить жить нравится украинцам тоже нравится жить она все нравилось жить особенно тем кто умер всем солдатам гражданскими и так далее как закончить войну я не могу сказать я не могу знать этого но вы часть войны я уже не воюю на если будете обменен хотите были обменен для чего в россии просто у меня вопрос не знаю в чем смысл вашей жизни сын если в сыне то у меня следующий вопрос это вообще удача что мы разговариваем правда если смысл жизни в сыне ты не понимаю зачем вы пошли в украину вы же могли в черном пакете партий или вы рассчитывали на деньги которые заплатят за вашу смерть не знаю чего там не хватает ладу дают там россии машину смерти еще там что-то какие-то об этом не слышу ну так в чем логика если смысл жизни в сыне зачем вы пришли в украину чтобы умереть как-то сделал ошибку это не логически я понимаю просто сейчас понял что смысл сын где здесь это как пришло озарение это был а здесь что читали джек лондон что белый пыль нет про моряка я не помню как он называется знаю что джек лондон там рассказывали когда возвратите что планируете делать в россии работать продолжать сыном больше видеться учиться украину петь еще помогать не хочет уже нет